С главными событиями этого дня в студии Олег Катанзийский новости начинаются. На предприятии объединенных котельных и тепловых сетей подсчитали стоимость модернизации технических мощностей. По предварительным оценкам специалистов на это необходимо более 1 миллиарда 120 миллионов рублей. Учитывая, что таких доходов ПОК попросту не имеет, а бюджет собственника предприятия, мэрии раза в полтора меньше. Сумма для коммунальщиков неподъемная. Ранее администрация региона настаивала на передачу ПОК-ТС в собственность округа, поскольку соответствующие полномочия в сфере ЖКХ с 2015 года перешли от Наринмара к властям региона. Это предложение, впрочем, город не принял. Какие перспективы есть у крупнейшего предприятия в сфере ЖКХ сегодня? На какие средства строить котельные, прокладывать новые тепловые сети и модернизировать очистные сооружения? Ответы на эти и другие вопросы руководство ПОК-ТС изложило в презентации о текущем экономическом состоянии и дальнейшей перспективе предприятия. Сегодня ее презентовали главе региона Игорю Кошину. Выслушала ее также и моя коллега Ирина Цепитова. Презентацию о текущем состоянии и перспективах развития стратегического для города предприятия представила директор Наталья Бетхер. Одной из главных проблем предприятия по-прежнему остаются кредиторские и дебиторские долги. Сегодня управляющие компании должны ПОК-ТС за ресурсы порядка 358 миллионов рублей. Эти неплатежи не позволяют предприятию покрывать собственные долги по кредитам Печорнефтегазпрому и окружной электростанции. Впрочем, в этом году ситуацию удалось стабилизировать. Долги уже не растут в геометрической прогрессии благодаря системе расщепления платежей за ресурсы, которые идут в обход управляющих компаний, отметила Наталья Бетхер. Вместе с долгами на повестке давно назревшая необходимость в капитальной модернизации имеющихся мощностей. Цели и задачи модернизации – это снижение затрат на выработку одной гикокалорий тепловной энергии и увеличение надежности городской системы теплоснабжения. Любая модернизация – это вложение финансовых средств, поэтому сегодня на предприятии разработан четкий план привлечения инвестиций. Итоговая сумма необходимых финансовых вложений по предварительным расчетам специалистов – более 1 миллиарда 120 миллионов рублей. Согласно документу, в капитальной реконструкции нуждаются все системы предприятия – водо- и теплоснабжение и водоотведение. Изыскать средства на модернизацию по КТС намерено из нескольких источников. Согласно федеральным законам о фонде содействия реформирования ЖКХ, государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, а также законе о концессионных соглашениях, источниками инвестиций могут быть средства предприятия в размере амортизационных отчислений, средства окружного и федерального бюджетов, а также привлечения частных инвесторов. Вниманию заинтересованных лиц Наталья Бетхер представила и план реализации инвестиционной программы. На первом этапе с 2016 по 2018 годы она потребует более 800 миллионов рублей. В докладе также прозвучала финансовая доля каждого из возможных источников инвестиций. Первый вариант – это средства предприятия 10%, это порядка, ну то есть это амортизационное отчисление, это порядка 80 миллионов, и средства окружного бюджета 723 миллиона 938 тысяч. И второй вариант – средства предприятия 10%, средства окружного бюджета 60%, средства федерального бюджета или частного инвестора – это 30%. Как, а главное, за чей счет будет проходить модернизация тепла и водосетей, пока неизвестно. Достаточных для реконструкции средств у предприятия нет. Нет их и у города, собственника коммунального хозяйства. Уже сегодня на предприятии остро стоит проблема нехватки мощностей. В составе ПОК-ИТС 18 котельных с суммарной производительностью 103 гигакалории в час. Для развивающегося города этого явно недостаточно. По снегам, должно быть один канал. У нас должна быть мощность 160 гигакалорий, правильно? На сегодняшний день. А с учетом перспективы развития, у нас должна быть мощность 200-250. Аналогичная проблема сегодня и на очистных сооружениях. Суммарная мощность центральных очистных, очистных Качгарта и Бондарки – 4365 метров кубических в сутки. Сегодня это предельные возможности объектов. Такие параметры не позволяют наращивать темпы строительства жилищного фонда, отметил глава региона Игорь Кошин. В ПОК-ИТС согласны. Строить город нужно с учетом технических возможностей. Нужно учитывать здесь развитие города, с учетом запроса технических условий. На сегодняшний день нам нужно увеличивать, так как мы планируем развивать, строить город, то есть увеличивать мощность водозабора, а у нас есть возможность увеличить мощность водозабора до 8 тысяч. Ну, соответственно, и очистные. Можно увеличить до 8 тысяч. Впрочем, сегодня город ведет реконструкцию центральных очистных сооружений и сооружений в Качгарте. Но контракты уже давно просрочены. Сдать работы подрядчик должен был в июле и декабре прошлого года. Сроки перенесены на июль 16-го. Претензионная работа с подрядчиком ведется и по очистным на Бондарке. Глава региона поручил правоохранительным органам взять на контроль просроченные контракты. А администрация Наринмара подготовит детальную документацию по развитию предприятия. Дадим Васильевич, значит, в прошлом году предложил механизм работы, вы считали бы другим. Поэтому у меня просьба. Во-первых, выполнить решение операционного совещания в губернаторе с правоохранительными структурами в отношении БОКа. Решение не было непонятного. И всю необходимую документацию по дальнейшему развитию, пожалуйста, давайте готовить. Выполнить поручение главы региона администрация Наринмара должна в течение январских праздников. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо.